Мечуринский район 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 чтобы их селекционировали. Чушь собачья. Природа это делала. Так вот, смотрите. В моем саду растет все, поля так. Мне пришлось, я не говорю, что где-то нет лучшего. В одни годы рекорды урожая груш видели. В отличие от, скажем, последнего года. Зато в этом году было очень много абрикосов. Слив было не очень, яблок было не очень. А вот абрикосов, а в другой год наоборот. Получается, к одним больше подошел климат, к другим больше подошла почва. К третьему то, что какой-то год засуха, а в этот год было очень много влаги. И, ну, в принципе, почему они дружно живут, почему я все-таки умудряюсь вырастить практически все, что росло так же на Украине, у моих родственников. Как это получилось в Сибири? Дерево совершенно не требует никакого ухода вообще. Звучит дико, но ведь в высоте вы реально находитесь. И второе. Почва не тронута. И оказывается, что все оккультуривание дерева и почвы, все это улучшение строения, скелета, корни умудряются улучшать. Ну, естественно, как, не генетикой же, а секатором. Ну, а потом топор, вот, снимок перед вами. Так вот, получается, что могут, в принципе, нас... Ну, вот, допустим, тот же Мичуринский район, да. Страшно об этом читать. Центр садоводства мирового. Вот. Я жду с ужасом, когда однажды климатические условия... Это первое. Ураган уничтожит все, что насадили по принципу эти изувеченные деревья, да еще со штамбами. Так. Кстати, вот эта ранетка, которую я посадил 35 лет назад, вот поэтому у нее штамп, что это... Я готовое дерево взял. Вот. Хотя я тоже не вмешивался. А вот, допустим, по этой причине, по причине страшного мороза, они все искалечены в Мичуринске, вокруг Мичуринска, Москва, Тибирязюка. Если у них что-то там еще осталось, тогда почему Тибирязюк ворует мои фотографии? Есть ли у них абрикосы? Тоже вопрос. И что получается? Я ответил на вопрос. Вот. Человек звонит. Мы минут 20 разговаривали. Я очень терпелив. Он мне рассказывал, почему у него плохо взошло. Буквально 2-5, там, сотни. Или где луи, или старые. Мне стыдно. Я уж и так, и так. Мне причину, причину. Я уже его выпотрошил еще 20 минут. И уже когда вот так наговорились, он говорит, ну, упомянул подоконник. Я говорю, господи, да сразу бы сказал, что подоконник. Вот. А он ждет, ждет. Они не всходят. Я сам садил эти самые сливы. Они не взошли на подоконнике. Абрикосы взошли, сливы не взошли. А речь шла о слив. Высадка. Не обязательно ждать, когда это росток даст, или горшок да на этот. Вот. Высадка. Тогда, когда начинает оттаять, земля просыпается. И в это время не на теплой подоконнике, не под этим, не в железобетонной коробке, а на земле должны быть растения. Так, идем дальше. Значит, еще раз. Никаких ограничений. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok.